Слово «экология» в переводе с греческого означает «наука о доме». «Ойкос» – это «экос» или «ойкос» – разное произношение греческих слов. Это «дом», значит, «наука о доме». Так что, когда мы говорим об экологии, надо думать о экологии планеты. Конечно, экологии всей нашей планеты, потому что наша планета – это наш дом. Ну, собственно, за пределами нашей планеты мы не живем, по сути дела. Мы можем вылетать там куда-нибудь, слетать на Луну и обратно, и то это единичные люди в таких скафандрах, что они даже… Ну, нос не высунешь из такого скафандра. Так что живем мы на нашей планете, и это действительно главный наш дом, самый общий. Наш общий дом – Земля, мы говорим. А потом на планете существуют разные страны, понимаете ли? Вот, например, наша страна Россия – это тоже наше Отечество или наша Родина, понимаете? Вот от слова «родиться» – Родина, правда, Отечество, Родина-Мать еще говорят, понимаете ли? Вот это тоже, по сути дела, наш более близкий, более маленький дом, то есть, ну, не маленький, а гигантский дом – Россия, правда? Тоже вот должен человек чувствовать себя, вот, отвечать за экологией России, понимаете? Планеты, конечно, есть общие задачи, Международная Красная Книга, как мы занимаемся там, редкие животные всего мира, но мне хочется, конечно, сказать, что экология наша и страна для нас – это в первую очередь важно, потому что все законы, которые мы принимаем касаются нашей Отечества, касаются охраны нашей природы, правда? Нашей природы сохранения, то есть, экологического разнообразия, чистого воздуха, чистой воды – это все – наша экология в масштабах страны. После этого существует родной город наш. Ну, это так уж наши вот земляки, говорят, ты откуда? Я из Рязани, вот мы рязанские, у нас землячество есть, понимаете? Наша вот рязанская земля нас породила, мы даже живем в Москве, создадим рязанское землячество. Мы, так сказать, помним о своем городе, где мы родились, но там, где мы живем – это вот тоже наша земля, Москва, например, у вас Краснодар, значит, забота о чистоте вот своего, этого уже городского дома, правда? Чтобы во дворах было чисто, на улицах, чтобы не сорили, не мусорили, чтобы, так сказать, выхлопных газов было поменьше, чтобы не портили природу, правда? Не вырубали бы там деревья, где нельзя. Ну, вот, сохранять природу города, да? Тоже экология. А потом начинается экология вашей квартиры, как уже чистой квартиры, вовремя мусор вынести, с женой, так сказать, надо, так сказать, помогать ей по хозяйству. Про мужчин говорят. Вот уже экологией дома человек занимается, понимаете? А я почему подбираюсь, вы мне вот сказали, экология, а дальше? Экология просто самого человека. Ведь наше тело – это дом нашей души, как мне надо определять, надо? Ну, вы понимаете, живой человек, если, ну, тело вот, когда в жизни нет, в теле – это что, так сказать? Ну, тоже предмет, объект, но он уже не живой, так сказать, это уже пустой дом, душа его покинула, правда? А пока человек шевелится, говорит, действует, работает, любит, так сказать, помогает, добрые дела делает, ну, кто и другие, неважно. Вот, это является, значит, наш самый ближний дом, за которым тоже надо следить. И физическое здоровье каждого человека – это его ответственность перед обществом и перед Господом Богом. Потому что, ну, действительно, так сказать, мы понимаем, что вот родила мать, да, а душу вложила. Ну, вот, мне так предстоит, что все-таки это Господь Бог вкладывает душу в каждого рождающегося человека, когда он потом эту душу носит всю жизнь и потом, так сказать, Господь Бог у него душу забирает. И вот это. Но получает он, по сути дела, тело, ну, данное ему в аренду его душе, так сказать, на время его жизненного пути на земле. Это очень большая, ответственная, так сказать, работа – сохранять свое тело в здравии. А дальше идет вот экология души, потому что вот наш разум, наши чувства, наше… То есть все то, что невидимо, понимаете? Мозг мы можем увидеть, а разум мы увидите в мозге, нет? Вот так же мы не видим разума, мозги, не видим в сердце какой-то там душевности, как говорили, сердечности, правда? То есть это все глазом не видно, а это есть. Потому что тогда бы я с вами не разговаривал, мы бы не интересовались этой темой, не общались бы. Значит, есть что-то такое невидимое, что тоже является очень важным объектом экологии. Потому что в вашем доме, в вашем теле живет душа. И вот она должна тоже быть чистой душа, понимаете? Делать добрые дела, не иметь каких-то негативных, неприятных мыслей, не думать злобно об окружающем, стараться всем помочь. Вот она экология души. Конечно, вот сегодняшний проект, о котором я говорил, вот это вот самый высокий флаг, флаг на южных рубежах России, это же символ нашего национального самосознания. Мы себя чувствуем россиянами, мы себя чувствуем, так сказать, вот наша душа чувствует себя принадлежно, но принадлежащий какому-то мощному социуму россиян, правда? Это не какая-то одна нация, это многонациональное государство, в котором живет один российский народ, многонациональный, состоящий из многих наций, а вот народ единый, единый российский народ. Ну, естественно, у нас есть свои проблемы, так сказать, и вот поэтому мы и занимаемся вот этой экологией души, укреплением общих символов всего российского народа. Вот это флаг, это гимн, это герб, который объединяет всех нас, так сказать, всех национальностей, не будут причитать, вы знаете, у нас их очень много, более сотни национальностей живет на территории России. Вот нужно, чтобы у нас у всех была общая национальная идея, которая у нас в душе была, в душе, в сердце, и она делала бы нас добрыми, патриотическими, желающими прежде всего принести пользу своей родине, родине, отчизне, своей державе. Какие красивые слова, держава, родина, родина-мать, отчизна, понимаете, это все то, что заставляет нас быть настоящими патриотами страны и чувствовать свою ответственность, душевную и духовную ответственность за судьбу своей великой России.